Вы знаете, скольким людям за свою медицинскую карьеру помогли не остаться в темноте и сохранить зрение? Вы знаете, сложный очень вопрос. Можно, конечно, посчитать. Если, например, посчитать 500 операций в год, 18 лет я работаю, ну, то есть около 9 тысяч прооперированных пациентов. Ну, консультации, там, наверное, где-то порядка, не знаю, тысяча-полторы в год, еще на 18 умножить. Дмитрий Липатов, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, заведующий лечебно-диагностическим отделением диабетической ретинопатии и офтальмохирургии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, автор практического руководства для врачей, спасающих зрение пациентам с сахарным диабетом. Я знаю, что вы являетесь обладателем нескольких патентов на медицинские изобретения. Их всего 5. Последние мы получили 25 декабря 2023 года. Ну, давайте последний патент. Это особенность удаления внутренней пограничной мембраны у пациентов с сахарным диабетом. Вместе с нашим витриотинальным хирургом пришла нам в голову такая мысль, что можно эту методику немножко усовершенствовать. Ну, вот теперь, чтобы зрителям было понятно, о чём, собственно, идёт речь, небольшой видеосюжет. Конечно. Пациент в сознании. Операция проводится в темноте. Синее пятно на операционном мониторе – краска для того, чтобы хирург мог увидеть, иссечь и удалить прозрачную мембрану, разрастание которой приводит к разрывам и отслоению сетчатки глаза. Четыре недели назад тому же пациенту удалили из глаза стекловидное тело и закачали вместо него силикон. Сегодня его убрали, заменили помутневший хрусталик на прозрачный и теперь занялись мембраной на сетчатке. Почему сразу нельзя было сделать то, что сделали сегодня? Потому что было два разрыва сетчатки, и эти разрывы могли отойти, и жидкость могла попасть под сетчатку и отслоить. Пациент иногородний, он уехал домой, и за четыре недели, чтобы он вернулся, уже бы всё бы, как говорится, сетчатка бы погибла. Поэтому был введён силикон, и сегодня уже этот был силикон удалён и, соответственно, заменён на просто внутриглазную жидкость. Подобные операции спасли зрение многим пациентам с сахарным диабетом, но далеко не всегда они оказывались настолько успешными, как хотелось бы. Почему? Подсказало исследование удалённых мембран. Были работы, которые посмотрели, что же это за плёнка, что же это за мембрана. И оказалось, что когда она удаляется, то она ещё выдирает очень много нервных клеток, нервных окончаний. В Центре эндокринологии придумали, как решить эту проблему с помощью оригинальной хирургической методики. В чём смысл вот этой методики? Потому что, я так понимаю, мембраны удалялись и раньше, но как-то по-другому. Да. А как? Просто удалялась вся центральная зона, всё, что внутри аркад сосудистых. Когда удалялась эта мембрана, удалялись и многие элементы сетчатки. Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности, да, там, что она состоит в норме из 10 слоёв. Так вот, 2, 3, 4, а то и 5 слоёв. То есть она прирастала и пришла, чтобы разделить было невозможно. Невозможно. Поэтому пришла нам в голову мысль такая сделать из этого круга, сделать подкову. Которая как раз направлена к диску зрительного нерва. И вот эта вот зона между двумя частями подковы, она не трогается. И, естественно, не затрагивается центральная зона. Почему? Потому что если удалить всё вокруг, она не может сжаться и оторвать сетчатку. Она слишком маленькая. И насколько удалось улучшить результаты операции? У некоторых это доходило до 2-3 десятых зрения. При том, что для наших таких тяжёлых пациентов, у которых поражена сетчатка при диабетической ретинопатии, даже одна десятая, то есть 10% зрения, это считается уже хорошим результатом. Вообще диабет – это же заболевание, поражающее сосуды. И если идёт поражение сосудов, питающих сетчатку, что это? Сначала возникает зона ишемии. То есть сетчатка не получает питания. Начинают вырабатываться вазопролиферативные факторы, которые начинают запуск роста патологических сосудов. Почему сосуды патологические? Потому что у них в стенке отсутствуют перициты. Это такие клетки, которые создают каркас. То есть сосуд растёт, ломается, кровь изливается. Потом идёт процесс, когда вот этого фиброза, фиброз сжимает, и эта ткань отрывает сетчатку. Сетчатка, в принципе, крепится к питательной оболочке только в двух местах. Это по периферии глаза и где выход диска зрительного нерва. Во всех других местах она просто плотно прилежит. За счёт чего она прилежит? За счёт того, что с этой стороны стекловидное тело создаёт каркас и прижимает сетчатку. То есть так же, как стекловидное тело размягчилось, фиброзная ткань стянула, сетчатка отошла, питание нарушилось. Всё. Сетчатка – это нервные клетки. То есть это мозг, вынесенный на периферию. Если человеку сжать горло, то живёт он без доступа кислорода к голове, ну, 5-7 минут, понимаете? Вот так и сетчатка. 5 минут – это максимум. Грубо говоря, да. Поэтому вот такая важная проблема именно в питании. Ну, понятно, что увидеть изменения, происходящие сетчаткой, поражённые диабетическими изменениями, без специального оборудования невозможно. И поэтому, прежде чем мы продолжим разговор, опять небольшое видео о приборе, который вы показали нашей съёмочной группе. Перед вами прибор оптический когеренный томограф ОКТ, который позволяет сделать прижизненный срез сетчатки и посмотреть, есть ли проблемы в центральной зоне, в макуле или нет. Ну, вот это уже снимок пациента, которому мы провели это исследование. И вы видите, да, что в норме здесь должно быть ямочка, а здесь вот такая киста. Прибор показывает вот 415 микрометров толщина сетчатки в центре, при норме до 300 микрометров. Поэтому, как бы, и вот эта вот красная зона, это показано, что это отёк. Снять отёк врачам удалось с помощью нескольких инъекций непосредственно в глаз. Сразу два вопроса. А что колют в глаз и какой иглой? Сейчас, ну, в нашей стране это 2010-2012 год началась вот эта вот эра ингибиторов ангиогенеза. И действительно, внутрь глаза, прям внутрь глаза, ну, единственная иголка не совсем инсулиновая, она немножко тоньше инсулиновой иглы. И вот этой иголкой прям в центр глаза вводится вот это вещество. Мы создаём, знаете, такую локальную концентрацию на месяц, на два, на три, потому что есть препараты, которые работают и 3, и 4 месяца. Вот. И они вот локально прям, как говорится, работают там, где они должны работать. Естественный вопрос, укол болезненный. Хотя, если я правильно помню, там же нервных окончаний-то нет. Там нервных окончаний нет. Идёт местная анестезия, то есть закапываются капли. Два-три раза закапываются анестетики местные. И иголка настолько тонкая и острая, что она просто проваливается. То есть вот пациент этого вот особо даже не ощущает. Вы уже говорили, что одна из основных проблем у больных с сахарным диабетом, офтальмологических проблем, это участки ишемии, то есть нарушение кровоснабжения или гипоксия. Гипоксия. Ну, именно за счёт нарушения кровоснабжения недостаточно. И, соответственно, ещё есть неконтролируемый рост больных сосудов в участках, поражённых ишемией. Именно ишемией. В нашей съёмочной группе вы показали ещё аппарат лазерной коагуляции, который помогает решить эту проблему. Сейчас ещё одну небольшую. Лазерная коагуляция выжигает те участки ишемии, чтобы кровь туда не шла. И чтобы там эти новые сосуды не росли. Понятно, что это можно сделать по всей периферии сетчатки, кроме центральной зоны, чтобы у человека не пропало центральное зрение. В макуле, конечно, это тоже сделать нельзя. Но выключить всю периферию вполне можно. Сейчас, конечно, лазерная коагуляция дошла до фантастических возможностей. Ну, например, вот этот прибор, который вы видите, он работает паттернами. Выставляется 15-20 коагулятов. И, соответственно, на одном глазу делается в среднем порядка 2000 коагулятов. То это не 2000 раз нажать ногой, а, соответственно, всего лишь 100 раз. И полностью лазерная коагуляция выполнена. В вашем детстве, как и в моем, была игра съедобная-несъедобная с мячиком? Абсолютно. У нас есть похожие. Называется «Правда или нет?» Правила очень простые. Я задаю вопрос, бросаю вам мяч, вы мне на него отвечаете, возвращаете мяч обратно. Играем. Да. Готов. Правда ли, что во времена, когда не было лазерной коагуляции, сохранить зрение людям, слепнущим из-за сахарного диабета, было практически невозможно? Абсолютно. Правда. Это где-то приблизительно 70-е и 80-е годы прошлого века. И эти люди, к сожалению, просто слепли и теряли зрение. Правда ли, что при сахарном диабете зрение поражается примерно у половины заболевших? Есть такая статистика. У пациентов с сахарным диабетом 50-55% больных не имеют поражения сетчатки. А правда ли, что объяснить, почему у одних больных с сахарным диабетом глаза поражаются, зрение поражается, а у других нет, до сих пор не удалось? Абсолютно. Правда. На моей практике были пациенты, которые были на гемодиализе. Гемодиализ – это искусственная почка. То есть, которые были привязаны к аппарату, у которых было идеальное глазное дно и не было даже признаков диабетической ретинопатии. И наоборот, были пациенты, в основном молодые, у которых практически слепые пациенты из-за поражения сетчатки, у которых не было проблем ни с почками, ни с сердцем, ни с нижними конечностями. Так что, к сожалению, это еще требует каких-то генетических исследований. Пока это неизвестно. Во время съемок в Центре эндокринологии вы показали нашей съемочной группе еще один аппарат. Ну, если по-простому, большой фотоаппарат врача, если по-научному… Фундус камера. Фундус камера. Еще одно небольшое видео. Пациент садится сюда, ставит подбородок, фотографируем, и вот такая картинка. Ну, конечно, опытный врач сразу увидит, да, что здесь и преретинальное кровоизлияние, и новообразованные сосуды над диском зрительного нерва. Насколько я знаю, что при участии, прямо сейчас, при участии специалистов Центра эндокринологии разрабатывается еще и нейросеть, которая будет анализировать вот эти фотографии, которые получаются с помощью этой камеры. Абсолютно правильно вы говорите. Мы пытаемся сейчас сделать программу, которая, ну, во-первых, во многом облегчила бы работу врача. То есть, помните, я сказал, что 50% пациентов с диабетом вообще не требует никакого офтальмологического вмешательства. Операционист сфотографировал, программа посмотрела, что здесь все нормально, ничего нет, и даже к доктору-офтальмологу можно это… То есть даже направление не выписывает. Даже направление не выписывает, не тратить время ни пациента, ни врача. Второе. Получили какие-то изменения? У программы есть возможность, во-первых, оценить эти изменения, взять старый снимок, сложить и посмотреть, что стало хуже, в каких областях стало хуже, и уже, естественно, к врачу, чтобы врач принял решение. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете для своих пациентов, а телезрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Липатов, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, человек, который не позволяет погрузиться в темноту пациентам с сахарным диабетом. Это не фантастика. Спасибо еще раз. Но все-таки в следующем году Национальному исследовательскому центру эндокринологии «100 лет» в 25-м каких-то больших прорывов ждете? Мы начали говорить про эту программу искусственного интеллекта. Мы хотим ее завершить. И я считаю, что это будет большим подарком именно к столетию нашего центра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!